Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Art&Craft и с вами я, Татьяна. И сегодня я вам покажу, как сделать очень замечательные цветы, которыми вы можете украсить все, что угодно. Панно, различные шкатулки, органайзеры, подносы, тарелки декоративные. Все, что угодно. Делаются они совершенно просто. Вам для этого понадобится немного джута и джутовой ткани или мешковины. Давайте посмотрим, как мы это сделаем. Вот я взяла два цвета джутовой ткани. Натуральный и отбеленный. Как отбелить, вы можете посмотреть. Линк в описании к этому видео. И сейчас я буду делать цветы. И цветы, и листья, и лепестки. К цветам сделаны абсолютно одинаковые формы и абсолютно одинакового размера. Форму я взяла произвольную. Она похожа на дубовый листочек. Размеры тоже могут быть произвольными, смотря для чего вы эти цветы делаете. Вот я сделала дубовый листочек один, листочек второй. Я делала сразу по два цветка вместе. И когда джутовая нитка намазана клеем, она очень послушная и очень хорошо и быстро ложится на сам рисунок. Очень легко это делается. Даже если вы нанесли нитку не по клею, а немножко она будет выглядеть по-другому, это будет даже лучше. Ваши и лепестки, и листья будут выглядеть по-разному, то есть более натуральными. И сейчас, чтобы вам было видно, я сделала то же самое, только засняла поближе. Все очень просто и быстро делается. Не нужно материал окунать ни в какой клей. Клея будет достаточно того, который вы намазали для джута. Так, вот наклеили. И теперь на серединку мы положим еще, чтобы это выглядело как лист, еще серединку сделаем. Еще кусочек джута положили. И под 45 градусов нужно обрезать и в начале, и в конце эту ниточку. Это правило. Правило для тех, кто работает с джутом. То же самое делаем здесь. Для одного цветка я взяла 3 листа сделала и 6 лепестков. Так, и теперь нужно все это вырезать. Вырезаем очень просто. Лучше это делать и удобнее. Маленькими ножницами. Так вы не вырежете ничего лишнего. А обрежете как раз края. Там, где вам это надо. Если вы обратили внимание, листья лежали на файлике. Чтобы не запачкать стол, я пользуюсь файликом. Так, вот я обрезаю. Лист вырезан. Теперь я его переворачиваю на другую сторону. И делаю то же самое. Снова наношу клей. Снова наклеиваю джут. Прямо по периметру. И здесь делается это очень легко и свободно. Если где-то ниточка соскочила, ее можно очень легко поправить. Потому что клей этот не сохнет мгновенно. Клеем я пользуюсь таки глю. Название его вы найдете и ссылку на него найдете в описании к видео. Так, и снова делаем посередине. Посередине снова ниточку джута. Вот видите, ниточка соскочила. Я ее сейчас очень быстренько поправлю. Когда клей высыхает, ничего не остается после него. Все будет как надо. Клей будет прозрачным. И не испортит никакой внешности вашим изделиям. Так, вот наклеиваем. И обрезаем. Все. Оставляем листочек сушиться. Точно так же я поступаю и с джутовой тканью светлого цвета. Только я лепесточки обклеиваю тоже натуральным джутом. Так это выглядит с изнанки и снаружи. Когда листья высохнут, или даже они немного у вас будут влажные, их можно завернуть так, как вам нужно. Потому что в джутовых нитках находится клей, который и поможет держать форму листьям. Посмотрите, очень смело я их кручу туда-сюда. Самое главное выбрать самую красивую сторону. Вот сейчас мне придется поменять свое мнение. Видите, так, вот эта сторона мне показалась лучше. И я ее решила оставить снаружи. Так, для цветка, я вам говорила, 6 лепестков. И 3 листа. Лепестки и листья у нас готовы. Теперь нужно сделать тычинки. Мы намазываем хорошенько тоже клеем белую теперь джутовую нитку. И хорошенько ее выпрямляем. Оставляем сушиться и она становится очень жесткой. Теперь с помощью горячего клея и жемчужных бусинок мы эти бусинки нанизываем на тычиночку, на нашу. И получаем вот такую красоту. Я сделала по 5 тычинок для каждого цветка. Сначала вам нужно склеить тычинки. Склеивайте так, как вам нравится в любом месте. Хотите, делайте одинакового роста и хотите разного. Потом их можно будет завернуть в разные стороны по вашему желанию. Так, вот склеили. И теперь вокруг тычинок я сейчас выбираю помельче листья в центр. И начинаю обклеивать тычинки. Так, и один за одним листочки клеим вокруг тычинок. Первый ряд у меня будет состоять из трех лепестков. Вот он похож на лилию, цветочек. Следующий ряд я делаю, клею лепестки между предыдущими. Сначала смотрю, в какое место лучше всего приклеить. И какие точки соприкосновения будут самые лучшие. Туда и наношу горячий клей. И так со всеми тремя лепестками. Видите, я снова посмотрела. Нанесла клей. И приклеиваю. И еще раз. Последний лепесточек. Когда лепестки уже все будут приклеены, займемся листьями. Листья я приклеивала только на саму ножку. Только ножку. Это для того, чтобы можно было их отогнуть как можно дальше. И чтобы цветок смотрелся более объемным. Посмотрите, только ножка. Располагайте там, где вам нравится. Где вы считаете нужным. И как вы считаете, чтобы это было красиво. Так, вот все приклеено. Все на месте. Теперь нужно закрыть это безобразие. Мы закроем это с помощью джута. С помощью натурального джута я решила приклеить первый ряд. Для того, чтобы он держался попрочнее. И теперь можно уже спокойно намотать. Несколько рядочков сделаем. Чтобы прикрыть все неровности и там, где виден горячий клей. Чтобы всего этого не было видно. И тогда наш цветочек будет смотреться очень и очень аккуратно. Да. Вот теперь нужно снова кончик приклеить. И обрезать. И еще приклеим начальную ниточку. Все. Оставшиеся хвосты нужно обрезать. Я беру кусачки и прямо кусачками, потому что термоклей довольно крепкий, я обрезала свой цветочек. Вот у меня такой цветок получился. Теперь можно расправить лепесточки, листья. И два цветочка я сделала. Замечательно смотрится. Теперь лишние ниточки можно убрать с помощью зажигалки. Будьте аккуратны. Вот красотища получилась. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. И приходите на канал Art&Craft за новыми идеями для ваших поделок. Сейчас и Канада, и Америка готовятся к Пасхе. Так что всего вам доброго. Прекрасных длинных выходных. С праздником. И бай-бай. Продолжение следует...